Уважаемые слушатели, рады приветствовать вас в книге, посвященной важной и актуальной теме «Преодолению преград на пути к успеху». В нашей жизни мы часто сталкиваемся с различными трудностями и препятствиями, которые могут остановить нас на пути к достижению целей. Однако эти препятствия не обязательно нужно воспринимать как врагов и нечто плохое. Вместо этого, они могут стать нашими союзниками и ступенькой к успеху, если мы научимся смотреть на них с другой стороны и использовать их в своих интересах. Здесь мы также рассмотрим истории и примеры из жизни реальных людей, которые применяют принципы стоицизма для управления своими эмоциями, развития устойчивости к стрессу, постановки целей и принятия решений в трудные времена. Помимо этого, мы поделимся с вами практическими советами и инструментами, которые помогут вам преодолеть собственные барьеры, мешающие достижению успеха в жизни. В течение книги вы узнаете несколько секретных фишек, как же использовать свои неудачи, чтобы добиться успеха. Послушайте, и вы найдете для себя важные советы, которые поистине изменят ваши отношения к неудачам. Конфуций говорил, «Когда падаешь, ударяйся об землю и прыгай выше». Следуя этому принципу, люди всегда искали способы использовать препятствия и трудности для достижения большего. Преграды, которые встречаются в жизни, не всегда являются чем-то плохим. На самом деле, они могут стать ценным опытом, который помогает нам развиваться и достигать больших высот. Возможно, это звучит противоречиво, но наши неудачи и трудности часто помогают нам стать сильнее и увереннее в своих силах. Важно уметь смотреть на препятствия не как на нечто отрицательное, а как на возможность для личностного роста. Множество знаменитых личностей сталкивались с непреодолимыми преградами в своей жизни, такими как война, заключение, дискриминация, серьезные заболевания и инвалидность. Одним из примеров является Джон Рокфеллер, сын алкоголика, который начал работать с 16 лет за 50 центов в день. Однако это не помешало ему стать самым богатым человеком мира и первым долларовым миллиардером в истории. Другой пример – Демосфен, известный афинский оратор, который родился слабым и болезненным с дефектом речи. К тому же он потерял родителей в раннем возрасте, а корыстные родственники присвоили его наследство. Однако это не помешало ему стать самым известным мастером слова своего времени. Также можно отметить Хелен Келлер, известную американскую писательницу и общественного деятеля, которая была слепа и глуха с рождения. Но это не помешало ей стать одной из наиболее влиятельных женщин своего времени. Благодаря упорству и труду она смогла обучаться, путешествовать, писать книги и даже стать политической активисткой. Стивен Хокинг, известный физик и космолог, жил с тяжелой формой бокового амиотрофического склероза и, несмотря на это, продолжал работать и добиваться успехов в научной деятельности. Неужели наши проблемы не кажутся ничтожными на фоне таких испытаний? Как же этим людям удалось преодолеть все невзгоды судьбы и стать только сильнее и решительнее? Ответ кроется в философии стоицизма, древнего учения о правильном отношении к трудностям в жизни, чтобы добиться успеха. Согласно стоическому учению, мир не идеален и не должен нам ничего. Мы не можем изменить обстоятельства, но можем изменить наши отношения к ним. Философы-стойки утверждают, что сильный человек при правильном отношении может использовать любое препятствие как возможность для своего развития. Препятствие может закалить нас, дать ценный опыт, показать наши слабости и уязвимые места, а также открыть новые пути и направить наши усилия в правильное русло. Таким образом, препятствие может стать трамплином для успеха, и умение использовать трудности как возможности является ключом к успеху. Многие известные лидеры, изобретатели и спортсмены нашли в трудах древнегреческих философов источник вдохновения. Однако еще большее число людей применяло принципы и правила стоицизма, не осознавая этого. Эти люди не считали себя мыслителями, но на самом деле они были философами в полном смысле этого слова, поскольку философия – это не только академическая наука, но и школа жизни. Хотя стоицизм возник много тысячелетий назад, его принципы и убеждения могут обогатить жизнь современного человека, сделав ее более осмысленной. Философия стоицизма очень прагматична и помогает принимать жизнь такой, какая она есть, и чувствовать себя счастливым, несмотря на жизненные трудности и угрозы. Она учит трем базовым вещам. Сначала нужно изменить свое восприятие. Оценивать трудности объективно, не преувеличивать угрозы и не поддаваться эмоциям. Нельзя перестать чувствовать, но можно управлять своими эмоциями. Препятствия неизбежны, и вы должны сохранять спокойствие и хладнокровие, чтобы справиться с ними. Оценивая ситуацию объективно, вы получаете полную картину и можете сосредоточиться на том, что в вашей власти, не тратя силы и энергию на невозможное. Это можно научиться делать с помощью ментальных практик и методов стоиков. Попробуйте рассмотреть ситуацию со стороны постороннего человека, и тогда вы сможете рассуждать рационально. Измените свой взгляд на ситуацию и используйте логику, чтобы преодолеть эмоции. Второй аспект подхода стоиков – это действия. Нельзя убежать от проблем. Их можно преодолеть только действием. Не откладывайте действия, не спешите и не бегите вперед. Сосредоточьтесь на процессе, разбив его на этапы. Будьте настойчивы, серьезно и добросовестно выполняйте любую работу. Но действие не всегда должно быть прямым. Иногда лучше остановиться или отступить, перегруппироваться, попробовать подойти с другой стороны. Препятствия могут быть сильными, и вам понадобится гибкость, стратегия и расчет. Используйте силу препятствий против них, заставьте их самих себя победить. И, наконец, вам нужна сила воли. Стоики подразумевают под волей не амбиции и желания получить что-то, а способность принимать реальность и быть счастливым, умея смиряться и уступать, когда победить невозможно. Учитесь находить смысл в трудностях и препятствиях. Жизнь непредсказуема, и мы не можем ее контролировать. Любая минута может стать последней, но это не делает жизнь бессмысленной. Понимание того, что все мы неизбежно однажды умрем, помогает нам осознать ценность жизни и получить правильную перспективу. Готовясь к худшему, мы готовимся к тому, что неизбежно произойдет. Мы не будем застегнуты врасплох, если будем готовы к этому. В конце концов, осознание того, что жизнь непредсказуема и кратко, позволяет нам ценить каждый момент и помогает нам стать более сильными и сострадательными людьми, которые стремятся не только к своему собственному благополучию, но и к благу окружающих. Конец и начало. Как встретить неудачу и выйти из нее сильнее? В путешествии по жизни неудача – неизбежный спутник. Она идет рядом с нами, когда мы смело шагаем в неизведанное, преодолеваем преграды и стремимся к успеху. Независимо от того, насколько тщательно мы планируем, насколько прилежно работаем или как глубоко желаем успеха, мы все сталкиваемся с неудачей в какой-то момент. Это универсальная истина для всех людей. Неудача не дискриминирует, она касается жизни молодых и старых, опытных и новичков, мечтателей и прагматиков одинаково. Но что делает неудачу таким настойчивым спутником нашего жизненного пути? В своей сути, жизнь непредсказуема. Это сложное взаимодействие бесчисленных переменных, многие из которых лежат за пределами нашего контроля. Мы можем готовиться, стелить соломку, принимать расчетливые решения и прилагать усилия без устали, но все равно оказаться перед результатами, которые мы не могли предвидеть. Это природа человеческого опыта, ткань, в которой переплетаются как успех, так и неудача. Хотя неудача может быть удручающей, она несет в себе глубокую возможность стать сильнее, развиваться и возрождаться. Представьте мир без неудачи, мир, где каждое начинание легко приводит к успеху. В таком мире рост остановился бы, инновации увяли бы, а устойчивость осталась бы неоткрытой. Неудача как спутник служит нашим зеркалом, отражая нашу уязвимость, недостатки и ограничения. Она призывает нас столкнуться с этими аспектами самих себя, приглашая к внутреннему осмыслению и самопознанию. Когда мы спотыкаемся и падаем, мы часто оказываемся в уязвимом состоянии, лишенные претензий и эгоизма. В этой сырой подлинности мы учимся смирению и получаем понимание своих настоящих сильных и слабых сторон. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с неудачей, у нас есть выбор поддаться отчаянию или восстать с большей устойчивостью. Устойчивость – это не врожденное качество, а навык, развиваемый через столкновение с трудностями. Это искусство подниматься, отказываясь от того, чтобы неудачи нас определяли. Наши неудачи, несмотря на их боль, это неотъемлемые шаги на нашем пути к росту. При встрече с неудачей устойчивость дает нам силу продолжать. Она шепчет, возможно, вы упали, но вы не побеждены. Она побуждает нас держаться прямо, сдуть пыль сран и снова отправиться в путь. Устойчивость – это тихий голос, напоминающий нам, что успех – это не отсутствие неудачи, а скорее ее преодоление. Жизнь полна историй людей, которые сталкивались с неудачами и использовали их как катализатор для инноваций. Томас Эдисон, часто восхваляемый за изобретение лампочки, заявлял, «Я не потерпел неудачу, я просто нашел десять тысяч способов, которые не работают». Упорное желание Эдисона озарить мир было подогрето бесчисленными экспериментами, которые не привели к желаемому результату. Его неудачи, вместо того, чтобы отпугнуть его, осветили ему путь к успеху. Аналогичная история братьев Райт, пионеров авиации, полна повторяющихся неудач и настойчивости. Их сопровождали насмешки и скепсис, когда они пытались совершить первый полет на самолете. Тем не менее, каждая неудача на их пути приближала их к историческому достижению 17 декабря 1903 года, когда им удалось совершить первый в мире управляемый, устойчивый и продолжительный полет на самолете. Неудача – это не одиночный опыт, это нить, которая соединяет нас всех, когда мы встречаем людей, которые сталкивались с собственными неудачами и вышли из них сильнее. Мы находим глубокое чувство сопереживания и связанности. Мы понимаем, что мы не одиноки в своей борьбе и черпаем вдохновение из путешествий других. Более того, неудача позволяет нам относиться с сочувствием к опыту других вокруг нас. Она способствует состраданию и пониманию. Когда мы видим, что кто-то борется с собственными неудачами, мы более склонны протянуть руку помощи или предложить слова поддержки. Таким образом, неудача становится мостом, который объединяет нас, напоминая нам о нашей общей человечности. Когда мы встречаем неудачу на нашем пути, давайте примем ее с открытыми сердцем и умом. Давайте слушать уроки, которые она дает, укреплять нашу устойчивость и черпать вдохновение из истории тех, кто превратил свои неудачи в историю успеха. Неудача, как неизбежный спутник, может вести нас не во тьму, а направлять нас к яркому свету личностного роста, устойчивости и в конечном итоге триумфу. Однажды в оживленном городе жил харизматичный бизнесмен по имени Роберт Синклер. В бизнес-мире его знали благодаря его острому уму, беспрецедентной амбициозности и золотому прикосновению, которое превращало каждое начинание в золото. Жизнь Роберта была воплощением успеха и он наслаждался восхищением и завистью своих коллег. Однако, как часто бывает в рассказах о большом успехе, империя Роберта была построена на хрупком фундаменте чрезмерной уверенности и неохоты признавать свои границы. Его высокомерие побудило его предпринять грандиозный проект, не похожий на все, что он когда-либо предпринимал. Компанию по созданию передовых технологий, которая, как он считал, полностью изменит отрасль. С абсолютной уверенностью Роберт вложил свое огромное состояние в это предприятие, нанял яркие умы в этой сфере и приобрел передовые технологии. Весь мир с восхищением следил, как проект приобретал форму и ожидания общества достигли беспрецедентных высот. Но, как скоро обнаружил Роберт, успех, коварный спутник, а фортуна имеет свойство меняться, как песчинки в песочных часах. Со временем стало очевидно, что проект разоряет его финансы с тревожной скоростью. Неожиданные технические неполадки, непредвиденные задержки и ожесточенная конкуренция угрожали разрушить мечту Роберта. Несмотря на все его усилия, компания Роберта погрязла в финансовой пропасти. Пресса, когда-то его союзница, теперь с наслаждением описывала его упадок. Империя, которую он веками строил, рушилась на его глазах. Он утонул в долгах, и его репутация оказалась в руинах. Столкнувшись с банкротством и утратой всего, над чем он когда-либо работал, Роберт достиг дна. Его дни были полны бессонных ночей и отчаяния. Казалось, было единственным постоянным спутником. Это был жестокий и уничтожающий спуск с вершины для когда-то всемогущего бизнесмена. Но Роберт был не тем, кто сдается легко. В глубоком отчаянии он нашел искру решимости. Решимости проанализировать свой колоссальный провал, извлечь уроки из него и вернуться к жизни, став крепче и мудрее. Сначала он окружил себя кругом доверенных советников и наставников, людей, чья мудрость была отточена собственными испытаниями и трудностями. Они провели его через мучительный процесс анализа каждого аспекта его провала. Вместе они выявили критические ошибки, приведшие к гибели его компании. Они обнаружили, что его высокомерие ослепило его для реальности рынка, а нежелание слушать чужие мнения подавило инновации. Он осознал, что стал слишком одержим успехом и забыл о ценности смирения и важности поиска советов. Вооружившись этими новыми знаниями, Роберт взялся за исправление ситуации. Сначала он начал продавать свои оставшиеся активы, чтобы погасить свои долги и выполнить свои обязательства. Это был мучительный процесс, но он позволил ему вернуть какой-то контроль над своей жизнью. Постепенно с долгами, уходящими в прошлое, Роберт отправился в путь, чтобы восстановить свою карьеру. Он предпринял более скромный подход, активно просил советов у опытных людей в индустрии и создал культуру открытого общения внутри своей новой компании. Он научился воспринимать неудачу как учителя, а не как врага и поощрял свою команду к бесстрашному инновационному мышлению. Годы шли, и новое предприятие Роберта начало процветать. Медленно, но верно, он вернул себе репутацию хорошего бизнесмена и видение лидера. Его трансформация испадшего магната в упорного предпринимателя стала источником вдохновения для многих. История Роберта Синклера служит вечным напоминанием о том, что даже в лице самой катастрофической неудачи и есть потенциал для искупления и роста. Через смирение, саморефлексию и готовность извлекать уроки из своих ошибок каждый может восстать из пепла поражения и достичь новых вершин успеха. Принятие неудачи Путь к большей устойчивости Независимо от того, насколько тщательно мы планируем, насколько прилежно работаем и как глубоко мы желаем успеха, мы все сталкиваемся с неудачей в какой-то момент. Несмотря на то, что это может быть удручающим, неудача не является концом пути, скорее это ступень к большей устойчивости росту и в конечном итоге к успеху. Первый шаг при встрече с неудачей признать, что это естественная часть жизни. Это происходит со всеми, от самых успешных личностей до тех, кто только начинает свой путь. Вместо того, чтобы бояться неудачи, примите ее как возможность для роста. Поймите, что неудачи не являются признаком слабости, а являются индикатором вашей готовности рисковать и стремиться к большему. Неудача отличный учитель. Она дает ценные уроки, которые успех часто не может предоставить. Когда вы терпите неудачу, уделите время для анализа того, что пошло не так, какие решения привели к этому результату, что вы могли бы сделать по-другому. Разбирая свои ошибки, вы получаете инсайты, которые могут направить ваше будущее начинание. Каждая неудача становится ценным шагом на пути к улучшению. Устойчивость – это способность восстанавливаться после трудностей. Когда вы сталкиваетесь с неудачей, это проверяет вашу устойчивость. Это призывает вас подняться, оттряхнуться и продолжить двигаться вперед. Развитие устойчивости включает в себя формирование крепкой умственной платформы и развитие эмоциональной силы. Это понимание того, что неудачи временны и что у вас есть сила их преодолеть. Иногда неудача происходит потому, что наши цели были слишком амбициозными или наши стратегии были ошибочными. Когда вы сталкиваетесь с неудачей, это может быть возможностью для пересмотра ваших целей и методов, которые вы использовали для их достижения. Соответствуют ли ваши цели все еще вашим ценностям и стремлениям? Нужно ли вам скорректировать свои стратегии или искать новые подходы? Неудача может привести к более реалистичной постановке целей и лучшему планированию. Вам не обязательно сталкиваться с неудачей в одиночку. Ищите поддержку у друзей, семьи, наставников или групп поддержки. Общение с другими людьми, разделение вашего опыта и чувств может предоставить эмоциональное облегчение и новые точки зрения на вашу ситуацию. Те, кто пережил подобные неудачи, могут предложить руководство и поддержку. Помните, что просить о помощи это признак силы, а не слабости. Восстановление после неудачи часто занимает время. Это требует терпимости и настойчивости. Поймите, что путь к успеху редко бывает линейным, он больше похож на извилистую дорогу с подъемами и спусками. Будьте терпеливыми к себе и процессу, избегайте поспешных начинаний, новых дел без должной рефлексии и подготовки. Терпение позволяет вам стать сильнее и более готовыми к будущим вызовам. Одним из самых больших страхов, связанных с неудачей, является страх отказа. Мы беспокоимся о том, что подумают о нас другие люди, и этот страх может нас парализовать. Чтобы встретить неудачу лицом к лицу, мы должны научиться сопротивляться этому страху. Помните, что люди, достигшие больших успехов, часто сталкиваются с отказами несколько раз прежде, чем добиться успеха. Сосредотачивайтесь на своей внутренней решимости, а не на внешних суждениях. Во времена неудачи важно поддерживать самосострадание. Обращайтесь к себе с той же добротой и пониманием, который вы бы предложили близкому другу, столкнувшемуся с неудачей. Избегайте самообвинений и негативных размышлений о себе. Вместо этого напомните себе, что каждый совершает ошибки и неудача – это возможность для роста. Самосострадание может повысить вашу самооценку и устойчивость. Удивительно, но неудача может быть мощным источником мотивации. Используйте ее в качестве топлива, чтобы вновь разжечь свою решимость. Обдумайте свои цели и почему они имеют для вас значение. Визуализируйте успех, который вы желаете, и позвольте вашим прошлым неудачам стать движущей силой ваших обновленных усилий. Множество великих достижений родилось из желания доказать себе, что я могу после череды неудач. По мере продвижения к своим целям празднуйте маленькие победы по пути. Эти вехи, несмотря на то, что они могут показаться мелкими, напоминают вам о вашем прогрессе и поднимают ваш дух. Признавайте свои достижения, несмотря на их скромность, и используйте их, чтобы повысить вашу уверенность. Празднование маленьких побед может помочь противодействовать негативным последствиям неудачи. Наиважнейшим элементом для преобразования неудачи в успех является настойчивость. Помните, что многие выдающиеся личности сталкивались с несколькими неудачами, прежде чем достичь великих высот. Разница заключается в их решимости продолжать двигаться вперед. Не позволяйте одной неудаче определять всю вашу жизненную историю. Продолжайте двигаться вперед, адаптироваться, учиться и расти. Будучи настойчивым, вы можете преодолеть любое препятствие. Встреча с неудачей является не признаком поражения, а наоборот возможностью для преображения. Это шанс научиться адаптироваться и стать сильнее. Принимая неудачу как естественную часть жизни, извлекая уроки из ваших ошибок и развивая устойчивость, вы можете использовать ее силу, чтобы продвигаться к большему успеху. С терпением, поддержкой и самосостраданием вы можете выйти из неудачи как более решительная и устойчивая личность, готовая покорять новые высоты и достигать свои цели. Помните, что в каждой великой истории успеха есть главы неудач, но то, как вы реагируете на эти главы и определяет ваш путь. Сейчас мы детально рассмотрим примеры из жизни известных и богатых людей. Вы сможете сами убедиться в том, что даже будучи в чем-то неудачником, человек может использовать это для своего роста и в итоге добиться больших успехов. Истории успеха после неудачи – примеры людей, которые превратили неудачу в успех. В своей речи на выпускном в Гарварде автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг подчеркнула важность и ценность неудачи. Почему? Просто потому, что и она сама когда-то была неудачницей. Лишь несколько лет спустя, после окончания колледжа, ее худшие кошмары стали явью. Вот ее собственные слова. «Я потерпела крах на эпическом уровне. Мой недолгий брак рухнул, и я осталась без работы, матерью-одиночкой и бедной, насколько только возможно быть бедной в современной Британии, не будучи бездомной. Страхи моих родителей и мои девочницей, которую я знала». Выбравшись из этой неудачи, она стала сильнее и более решительной, и это стало ключом к ее успеху. Прекратите довольствоваться средним и начните жить своей мечтой. Вы устали чувствовать себя застрявшими в своей текущей ситуации и готовы к переменам? Вот еще несколько известных историй о неудачах, которые вдохновят вас. Стив Джобс. Всемирно известная компания Apple началась с двух человек в гараже. Через несколько лет мы все узнали ее как компанию стоимостью 2 миллиарда долларов с более чем четырьмя тысячами сотрудников. Тем не менее, почти невероятно, что вскоре Стив Джобс был уволен из этой самой компании, которую он же и основал. Это увольнение заставило его осознать, что его страсть к работе, к своему делу, превосходит разочарование от неудачи. Другие его предприятия, такие как генерального директора Apple. Джобс сказал в 2005 году, «Тогда я этого не видел, но оказалось, что увольнение из Apple было лучшим, что могло со мной случиться. Уволили с работы сегодня? Продолжайте бороться, и вы можете стать точно таким же человеком». Билл Гейтс Билл Гейтс выпускник Гарварда. Он был совладельцем бизнеса под названием Trefodata, который оказался настоящей неудачей. Возвратили эту неудачу в знаменитую компанию пионера по производству программного обеспечения Microsoft и самого молодого в мире миллиардера в 31 год. С его собственных слов, это нормально праздновать успех, но гораздо важнее уделять внимание урокам неудач. Это не значит, что бросив учебу в Гарварде, вы станете миллиардером, но возможно эту блестящую степень стоит ставить на второй план, а на первом плане должны быть рвение и страсть к успеху. Эйнштейн ассоциируется с умом и считается синонимом гениальности. Тем не менее, известно, что создатель теории относительности Альберт Эйнштейн сам не мог свободно разговаривать до 9 лет. Его бунтарский нрав привел его к исключению школы, и ему отказали в поступлении в Цюрихский политехнический институт. Эти ранние неудачи не помешали ему получить Нобелевскую премию по физике в 1921 году. В конечном итоге, его исследования повлияли на различные аспекты жизни, включая культуру, религию, искусство и даже телевидение. Просто потому, что вы еще не достигли ничего великого, не значит, что вы не можете стать своего рода Эйнштейном. Авраам Линкольн Потерпев неудачу в бизнесе в 1831 году, пережив нервное истощение в 1836 и потерпев поражение на выборах президента в 1856 году, Авраам Линкольн не был незнаком с отказами и неудачами. Вместо того, чтобы считать эти события мотивацией для сдачи, он отказывался прекращать попытки. Вот его слова. «Мое большое беспокойство заключается не в том, потерпели ли вы неудачу, а в том, довольны ли вы своей неудачей». Линкольн был избран президентом Соединенных Штатов Америки в 1861 году. «Количество отказов, которые вы получаете, не является определяющим фактором. Успех все равно в ваших руках». Майкл Джордан «Я промахнулся более 9 тысяч раз в своей карьере. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли бросать решающий мяч, и я промахивался. Я терпел неудачу снова и снова и снова в своей жизни. Вот почему я добился успеха». Эта цитата легендарного баскетболиста Майкла Джордана в рекламе Найки говорит сама за себя. «Было бы легко предположить, что баскетбольные навыки Джордана базируются на врожденном таланте. На самом деле в его ранние годы тренеры по баскетболу имели трудности с тем, что Джордан не достиг минимального допустимого для баскетболиста роста. Затем были годы усилий, тренировок и неудач, которые сделали его звездой, которую мы знаем сегодня. Успех Майкла Джордана зависел от его внутренней мотивации, одного из самых непобедимых типов мотивации, которые побуждают людей к успеху». Стивен Спилберг Стивен Спилберг считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров всех времен. Это имя знают в каждом доме. Удивительно осознавать, что гений, стоящий за Индианой Джонсом и Парком Юрского периода, получил плохие оценки в старших классах, что привело к отказу в поступлении в университет Южной Калифорнии целых три раза. Пока он учился в колледже, его заметили представители компании Universal, которые подписали с ним контракт на работу телевизионным режиссером, и Стивен решил не получать высшее образование. Терпение, признание, неудачи – вот ключ к успеху. «Даже когда я старею, то, что я делаю, никогда не стареет, и именно это, по-моему, заставляет меня оставаться молодым». Сейчас ни у кого нет сомнений в гениальности Спилберга. На сегодняшний день Спилберг снял 51 фильм и был награжден тремя Оскарами. Уолт Дисней Создатель Микки Мауса Уолт Дисней покинул школу в молодом возрасте, попытавшись безуспешно поступить на службу в армию. Один из его ранних проектов обанкротился из-за его неспособности успешно управлять бизнесом. Его даже уволили из газеты в Миссури за недостаточную креативность. Однако сегодня гений, стоящий за студией Дисней, несет ответственность за детские воспоминания и мечты поколений. От белоснежки до холодного сердца Дисней будет продолжать развлекать мир еще много поколений. Логика здесь проста. Мы не смотрим назад долго, мы движемся вперед, открывая новые двери и делая новые вещи, потому что мы любопытны. И любопытство продолжает вести нас по новым дорогам. Винсент Ван Гог В течение своей жизни Винсент Ван Гог перенес психические расстройства, неудачные отношения и покончил с собой в возрасте 37 лет. Он продал всего одну картину за свою жизнь, он считался неудачником как художник, однако это не подавило его энтузиазма и страсть к искусству. Конечно же, он не знал, что спустя годы после его смерти его имя станет ключевой фигурой в мире постимпрессионизма и в конечном итоге он будет признан одним из величайших художников, когда-либо живших. Ему никогда не узнать, что его работы станут темой для исследования в художественных школах и что его изображение будет использоваться на телевидении, в книгах и других формах популярной культуры. Вот слова этого великого человека с трагической судьбой. Если вы слышите внутри себя голос, который говорит «ты не можешь рисовать», то, безусловно, рисуйте, и этот голос умолкнет. Стивен Кинг В детстве Стивен Кинг был параноидальным, беспокойным ребенком, мучимым, кошмарами, он вырос в бедности. Зависимость от наркотиков и алкоголя были его механизмами адаптации, чтобы справляться с чувством несчастья, которое он чувствовал в своей жизни. Фрустрация, которую он чувствовал из-за многочисленных отказов издательств в сочетании с запретными веществами, заставили его размышлять о насилии над своими детьми. Эти сильные эмоции были тем, что он направил в свое писательство. И вот что он сказал. «Мы придумываем ужасы, чтобы помочь нам справляться с реальностью». Писать стало его новым адаптивным механизмом, и вот так он вырос в мастера, которого мы знаем сегодня. Вот и одна из наших секретных фишек. Проваливайтесь чаще, чтобы достичь успеха. Как сказал Альберт Эйнштейн, неудача действительно есть лишь успех в процессе. Если вы предпочли бы избегать неудач, вы, возможно, никогда не добьетесь успеха. Успех приходит из моментов фрустрации, когда вам будет неприятно. Но после того, как вы пережили все эти горькие моменты, вы станете сильнее и приблизитесь к успеху. Если вы чувствуете себя неудачником и думаете, что вы уже слишком много раз провалились, не поздно что-то изменить. Вот как превратить ваши ограничения в ваши возможности. На самом деле начните терпеть неудачи и делайте это часто, так вы достигнете успеха. В 19 веке кандидатура женщины по имени Элизабет Блэквелл была отклонена 29 медицинскими университетами. Тогда Элизабет посетила университеты лично. Ей сказали, что ей следует притворяться мужчиной, потому что женщины не годятся для получения высшего медицинского образования. Она отказалась. В итоге Блэквелл была ошибочно принята в колледж Хобарта. Тогда это был Женевский медицинский колледж. И она поступила. Многие доктора отказывались работать с ней, но она упорно продолжала и окончила учебу. Элизабет Блэквелл стала первой женщиной, которая получила медицинскую степень в США в 1849 году. Затем она создала медицинскую практику, создала место, где женщины могли проходить медицинскую стажировку, поскольку многие медицинские учреждения не приветствовали женщин. Обслуживала бедные семьи и основала первый медицинский колледж для женщин. Полковник Харланд Сандерс окончил только шесть классов школы. Когда ему было 65 лет, новая магистральная автострада перевела поток транспорта в сторону от его ресторана, оставив Сандерса только с его секретным рецептом жареной курицы и пенсионным чеком по старости. И тогда он начал продавать свой рецепт и идею франшизы. По сообщениям новостей, его бизнес, предложение отклонили более тысячи раз. Затем он нашел партнера, с которым построил мощную франшизу ресторана быстрого питания Киевси. Сейчас в сети насчитывается более 15 тысяч ресторанов. Мэри Кэй Эш ходила по домам и продавала книги, пока ее муж служил в армии. Когда муж вернулся с военной службы, они развелись, Эш осталась с тремя детьми в то время, когда развод не был общественно приемлемым. Эш была разочарована, когда ее не повысили по службе из-за ее пола, поэтому она и ее второй муж разработали собственный бизнес. Мэри Кэй Косметикс. За месяц до запуска бизнеса ее муж умер. Получив инвестиции в 5 тысяч долларов от своего старшего сына, Эш запустила свой бизнес. По данным Форбс, только за 2020 год выручка компании достигла почти трех миллиардов долларов. Ну что, как вам эти истории? Интересно? Идем дальше. Опра Уинфри была уволена с работы ведущей новостей в шесть вечера на телевидении в Балтиморе всего спустя семь с половиной месяцев работы. Ее уволили по причине того, что она не подходит. Опра рассказывала, «Однажды после того, как я провела эфир, после того, как я рассказал о семье, потерявшей свой дом из-за пожара и принесла им одеяло и вещи. Помощник новостного директора сказал мне, что если я сделаю это снова и если это узнают, меня могут уволить, потому что я вмешиваюсь в чужие истории. Что, собственно, верно, вы там для того, чтобы освещать истории, а не вовлекаться в них». Опра стала миллиардером в медиасфере, стала ведущей собственного ТВ-шоу, самого популярного за всю историю телевидения, и стала невероятным филантропом, вовлекаясь в истории других, чтобы помочь им. Элизабет Арден, настоящее имя Флоренс Найтингейл Грэм, бросила учебу в медицинской школе, затем ее первый бизнес потерпел неудачу. Она не сдалась, вместо этого она взяла взаймы 6 тысяч долларов, чтобы основать свою компанию в сфере красоты. Элизабет Арден, в начале 2000-х выручка компании Элизабет Арден составляла более 1 миллиарда долларов в год. Джек Кенфилд был отклонен 144 раза, прежде чем он нашел издателя для своей книги «Куриный бульон для души». Когда Джек сказал издателю, что он хочет продать полтора миллиона книг в первые 18 месяцев, издатель посмеялся и сказал, что ему повезет продать хотя бы 20 тысяч книг. Эта первая книга продалась более чем в 8 миллионах экземпляров в Соединенных Штатах и более чем в 10 миллионах экземпляров по всему миру. Бренд книг Джека Кенфилда теперь оценивается в 1 миллиард долларов. Совет Джека Кенфилда «Реальность такова, что вы должны сказать «Я более предан своему видению, чем вашему сомнению или моему страху». И просто идти и делать это». Джеймсу Дайсону потребовалось 5 лет и 5126 неудачных прототипов, чтобы разработать первый в мире пылесос без мешка для сбора пыли. 10 лет спустя Дайсон создал свой собственный производственный завод, потому что другие производители не хотели производить его пылесос. Теперь у него самый продаваемый пылесос в мире. По данным газеты The Sunday Times, на 2017 год его чистый капитал составлял 7,8 миллиарда фунтов стерлингов. Бизнес с шоколадом Милтона Херша был третьим по счету в его жизни. Первые два обанкротились, его настойчивость привела к огромному богатству и благотворительности. Херши создал школу Милтона Херши для детей, находящихся в сложных ситуациях, и фонд для предоставления возможностей жителям города Херши, Пенсильвания, который он сам и основал. Леди Гага была отчислена из Def Jam Records всего через три месяца. Затем она стала одной из самых продаваемых артисток всех времен, удостоившейся шести премий Грэмми и тринадцати наград MTV Video Music Awards. Она также является активисткой и жертвует деньги на поддержку жертв природных бедствий и молодежи из неблагополучных семей. Мадонна отчислилась из колледжа, переехала в Нью-Йорк и быстро потеряла работу в Dunkin' Donuts, а также работу официанткой в ресторане Russian Tea Room. В конечном итоге она зарабатывала себе на жизнь полуголыми фотосессиями за 7 долларов в час. Мадонна все равно продолжила карьеру артистки, и она добилась успеха, она продала более трехсот миллионов альбомов по всему миру и является самой продаваемой женщиной-исполнительницей всех времен. Ник Вудман создал стартап Funbug, который получил инвестиции на сумму 3,9 миллиона долларов. Funbug потерпел неудачу, и 3,9 миллиона долларов были утрачены. Вудман был потрясен и отправился в продолжительное серфинг-путешествие. Вудман хотел снимать видео во время серфинга, и это привело его к следующей идее созданию камер, которые позволяют людям легко записывать видео во время занятий активными видами спорта. Вудман и его девушка продавали ожерелье из раковин из багажника своей машины, чтобы собрать средства на бизнес Ника. Они также взяли деньги взаймы у родителей Вудмана. Компания GoPro была основана в 2002 году, и под данным Forbes, чистый капитал Ника теперь приближается к пяти миллиардам долларов. Ричи Эшберн был выбран, чтобы сыграть Esquire Game в Нью-Йорке вместе с другими подростками, обладающими талантом в бейсболе. Ричи и его семья приехали из небольшого городка в штате Небраска, в котором жило всего 950 человек, чтобы сыграть. Бранч Рикки, который считался ведущим судьей по бейсбольному таланту, пожал руку Эшберну после игры и сказал, «Сынок, ты должен вернуться и заняться тем, чем собирался заниматься до того, как решил стать бейсболистом». Следом за этим последовала карьера, которая привела Эшберна в зал славы. И Эшберн продемонстрировал, что в жизни важно сохранять настойчивость и быть верным своему собственному выбору. Эшберн выступал так хорошо, что каждый год Филадельфия вручает награду, названную его именем, а на стадионе Филлис есть зона, названная «Проход Эшберна в его честь». Понимание неудачи, разбор и анализ провала. Неудача – это неотъемлемая часть жизненного пути, универсальный опыт, с которым каждому приходится столкнуться в определенный момент. Несмотря на то, что она вначале может подавлять и разочаровывать, неудача не означает окончание вашего пути. Вместо этого она может служить ценным шагом на пути к успеху и личному росту. Первый важный шаг в анализе неудачи – это подход с умом, основанный на любознательности и искреннем желании учиться. Необходимо признать, что неудача не определяет вашу ценность, а предоставляет шанс приобрести мудрость и опыт. Принятие неудачи как платформы для обучения устанавливает основу для конструктивной саморефлексии. Столкнувшись с неудачей, важно вступить в процесс саморефлексии. Это включает в себя задавание глубоких вопросов о факторах, способствовавших неудаче. Была ли она вызвана недостаточной подготовкой, ошибочным принятием решений, внешними обстоятельствами или сочетанием этих факторов. Идентификация коренных причин неудачи имеет решающее значение для предотвращения подобных неудач в будущем. Несмотря на то, что самоанализ является ценным, получение обратной связи извне может предоставить вам альтернативную точку зрения. Обратитесь к наставникам, коллегам или доверенным лицам, которые могут предоставить вам исчерпывающее сведение о неудаче. Их мнение может пролить свет на слепые пятна или аспекты, которые могли быть упущены или вы просто их не замечаете. Неудача часто вызывает широкий спектр эмоций, включая разочарование, уныние и сомнение в себе. Несмотря на естественность этих эмоций, важно отделять их от аналитического процесса. Эмоциональные реакции могут затмить суждение и помешать объективной оценке ситуации. Для эффективного анализа неудачи необходимо иметь ясное представление о том, что для вас означают успех и неудача в контексте ваших целей. Восстановите измеримые метрики, которые определяют успех и неудачу, предоставляя наглядную основу для оценки и выявления областей, где что-то пошло не так. Рассмотрение нескольких случаев ваших неудач позволяет выявить общие тенденции и закономерности. Существуют ли повторяющиеся темы или общие факторы, способствующие вашим провалам? Знание этих закономерностей является ключевым моментом для разработки стратегий по их преодолению. Вместо того, чтобы смотреть на неудачу как на тупик, рассматривайте ее как возможность для роста и улучшения. Умозрительный подход основан на убеждении, что способности и интеллект можно развить благодаря усердной работе и усилиям. Как только ваша неудача была проанализирована и определены ее причины, необходимо разработать план действий для улучшения. Определите конкретные шаги и стратегии для устранения недостатков или пробелов, которые привели к неудаче. Наличие всеобъемлющего плана действия предоставляет четкий путь для исправления ситуации. Осуществите ваш план действий и будьте готовы вносить изменения по мере необходимости. Анализ неудачи не сводится только к выявлению проблем, но и к реализации решений. Постепенно адаптируйте свой подход на основе обратной связи из реального мира. Регулярно оценивайте свой прогресс и модифицируйте свои стратегии по мере необходимости. Мониторинг метрик успеха, которые были определены ранее, и принятие решений на основе данных являются неотъемлемой частью анализа неудачи. Способность к борьбе с неудачами и преодолению трудностей, называемая упругостью, формируется благодаря анализу неудачи. Каждое преодоление помогает вам укрепить упругость и лучше подготовиться к будущим вызовам. По мере процесса анализа неудачи и стремления к улучшению важно отмечать маленькие победы на пути. Признание вашего прогресса, даже самого малого, повышает уверенность и мотивацию. Рассмотрите возможность делиться своими уроками и мудростью, приобретенными благодаря неудаче с другими. Ваши опыт и мудрость могут быть полезными для коллег, сверстников или даже широкой аудитории, способствуя культуре обучения и роста. В заключении, неудача, несмотря на начальное разочарование, может служить катализатором личного и профессионального развития. Подход к неудаче с любознательностью, объективным анализом и осознанными действиями для обучения и роста позволяет преобразовать неудачи в ступеньки на пути к успеху. Помните, что неудача не является постоянным состоянием, а возможностью совершенствовать свои навыки, укреплять мужество и в конечном итоге достигать больших успехов в ваших начинаниях. Как изменить свои амбиции после неудачи? Путь к личному росту и успеху. Когда наши первоначальные стремления не реализуются так, как планировалось, мы можем оказаться на распутье, задавая вопросы о своем будущем пути. Тем не менее, важно осознавать, что изменение своих амбиций после неудачи – это не признак слабости, а проявление устойчивости и гибкости. Первый шаг в изменении ваших амбиций после неудачи – это признание и принятие реальности провала. Поймите, что неудача не является отражением вашей ценности или потенциала, а всего лишь временным препятствием на вашем пути. Избегайте самобичевания или негативных размышлений. Вместо этого смотрите на неудачу как на возможность для самосовершенствования. Уделите время для размышления о неудаче и ее корнях. Какие факторы способствовали вашему провалу? Были ли ваши первоначальные амбиции реалистичными и достижимыми? Сыграли ли внешние обстоятельства роль? Размышления над этими вопросами поможет вам понять, почему ваши предыдущие амбиции могли не осуществиться. С глубоким пониманием вашей неудачи необходимо переоценить ваши цели и амбиции. Соответствуют ли они все еще вашим ценностям, интересам и долгосрочному видению? Подумайте, были ли ваши предыдущие стремления слишком узко сфокусированы или чрезмерно амбициозными? Будьте готовы к возможности того, что ваши пересмотренные амбиции могут быть более реалистичными и менее грандиозными, чем в начале. Изменение ваших амбиций включает в себя установку новых достижимых целей, которые отражают вашу текущую ситуацию и стремление. Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени. Начните с реализации меньших управляемых задач, которые позволят вам постепенно двигаться к более крупным амбициям. Гибкость – ключевое качество при адаптации к новым целям. Будьте открыты для корректировки своих целей по мере накопления опыта и знаний. Иногда неожиданные возможности или вызовы могут изменить ваш путь, и гибкость позволяет вам адаптироваться к новым обстоятельствам. Изменение ваших амбиций после неудачи может быть сложным процессом, и поиск совета у наставников или доверенных советников может предоставить ценные идеи. Опытные люди могут поделиться своей перспективой, рассказать о собственных неудачах и предоставить рекомендации по пересмотру ваших амбиций. Неудача – могущественный учитель, и изменение ваших целей должно включать в себя уроки, вынесенные из прошлых ошибок. Идентифицируйте уроки, которые вы извлекли из неудачи, и применяйте их к вашим новым целям. Избегайте повторения тех же ошибок, используя вашу недавно приобретенную мудрость. Устойчивость – способность преодолевать трудности и неудачи, и она является ценным качеством при адаптации к новым амбициям. Тренируйте устойчивость, когда вы сталкиваетесь с вызовами на вашем пересмотренном пути. Поймите, что неудачи – это естественная часть любого путешествия, и используйте их как возможность для роста. Изменение ваших амбиций часто включает в себя пошаговые действия на пути к новым целям. Разбивайте ваши стремления на более мелкие, управляемые задачи и отмечайте свой прогресс на пути к более крупным амбициям. Поймите, что каждый шаг приближает вас к вашим пересмотренным целям. В конечном итоге изменение ваших амбиций после неудачи – это путь к развитию личности и самопознанию. Оставайтесь преданными своему собственному развитию и продолжайте совершенствовать свои цели по мере вашего собственного развития. Примите изменения как постоянного спутника на вашем пути к успеху. Неудача не означает окончание ваших амбиций, а скорее возможность пересмотра и адаптации. Изменение своих амбиций после неудачи требует принятия, рефлексии, переоценки и установки новых достижимых целей. Это требует гибкости, поиска совета, уроков из прошлых ошибок и развития устойчивости. Путем пошаговых действий и преданности личному росту вы можете преобразовать неудачи в ступеньки к более удовлетворительному и успешному будущему. Помните, что изменение своих амбиций это проявление силы и адаптивности, что в конечном итоге приведет вас к большим достижениям и личному удовлетворению. Напоминаем вам, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые книги. Более двух тысяч лет назад Марк Аврелий высказал мысль о том, что для наших целей и намерений не существует препятствий. Этот принцип стоицизма стал секретом успеха многих великих личностей. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы часто теряем решимость и погружаемся в отчаяние. Вместо этого мы должны использовать препятствия как возможности для развития. Препятствия укрепляют нашу волю и заставляют нас искать новые решения. Они показывают нам путь к успеху. Истории жизни выдающихся личностей, таких как Марк Аврелий и Джон Рокфеллер, демонстрируют, что препятствия не только неизбежны, но и необходимы. Каждое препятствие может быть перевернуто вверх ногами и превращено в трамплин. В дзен-буддизме есть притча о короле, который использовал преграду на дороге, чтобы показать своим подданным, что в каждом препятствии был огромный валун, полностью преграждавший путь. Люди сердились, жаловались, но никто не предпринимал действий, чтобы убрать его. Только один крестьянин принес бревно и сделал рычаг, под камнем обнаружился кошелек с золотом и записка от короля, в которой говорилось о том, что с помощью препятствия можно изменить ситуацию в лучшую сторону. Итак, для того, чтобы преодолеть препятствия, нужно сделать три шага. Восприятие, действие и воля. Восприятие. Переосмысление реальности зависит от того, как мы ее воспринимаем и оцениваем. Чтобы увидеть мир таким, какой он есть, нужно контролировать эмоции, отсеивать страхи и предрассудки, отличать правдивые сигналы от ошибочных. Важны не сами трудности, а наши отношения к ним. Где одни видят неразрешимую проблему, другие находят новые возможности. Одним кружит голову успех, других он сохраняет ясными и осторожными. Наш мозг развивался в условиях, когда реакция на угрозу определяла наше выживание. Но сейчас жизненные условия изменились, и мы все еще эмоционально реагируем на угрозы, независимо от их реальности. Например, критика начальника или потеря денег не являются серьезной угрозой нашему благополучию. У нас всегда есть выбор, следовать животным инстинктам или контролировать их и адекватно оценивать ситуацию. Гибкость восприятия. Жизнь постоянно меняется, и то, что сегодня кажется препятствием, завтра может оказаться шансом. Гибкость восприятия помогает нам адаптироваться к новым обстоятельствам, видеть в изменениях возможности, а не угрозы. Это способность смотреть на проблему с разных сторон и находить неожиданные решения. Как пример гибкости восприятия можно привести историю Марка Твена. Когда он оставил школу и устроился на работу на речной пароход, его назначили кормильцем. Он не сильно-то обрадовался этой работе и решил поменять свою роль на пароходе. Он умело общался с экипажем и переспросил каждого, чем именно они занимаются на пароходе. Когда он выяснил, что человек, который пишет объявление и рекламу, получает два раза больше его зарплаты, он мгновенно попросил об этой работе и стал писать тексты для объявления рекламы. Твен сумел использовать свой талант и креативность, чтобы обойти препятствия и перейти на новый уровень. Позитивное восприятие. Настроение играет важную роль в том, как мы воспринимаем мир вокруг себя. Оптимистичное мышление позволяет нам видеть в трудностях не препятствия, а вызовы и возможности для роста. Это не значит, что нужно игнорировать проблемы и жить в розовых очках, но подразумевается, что мы должны подходить к препятствиям с уверенностью в своих силах и умении перевернуть их в нашу пользу. Майкл Джордан, баскетбольный игрок и легенда НБА, сталкивался с множеством трудностей и поражений в своей карьере. Он не был избран в школьную баскетбольную команду, потерпел поражение в финале чемпионата, был отвергнут в качестве модели Найки. Но Джордан не терял оптимизма и продолжал работать над собой. Он говорил, «Я потерпел большое количество неудач в своей карьере и именно это позволило мне достичь успеха». Благодаря своей упорной работе и убежденности в своих способностях, Майкл Джордан стал не только лучшим баскетболистом своего времени, но и одним из самых успешных спортсменов в истории. Его опыт показывает, что даже в трудные моменты необходимо сохранять веру в себя и продолжать двигаться вперед несмотря ни на что. Когда мы сталкиваемся с трудностями, важно придерживаться нескольких принципов. Быть объективным. Когда мы эмоционально вовлечены в ситуацию, наша оценка ее реальности может быть смещена и мы можем совершать поступки, которые наносят вред нашему благополучию. В таких случаях важно сосредоточиться на объективных фактах и исключить влияние субъективного восприятия. Препятствия и проблемы часто возникают именно из-за того, что мы воспринимаем ситуацию искаженно. Постарайтесь настроить свое восприятие на объективность и контролировать эмоции. Управлять своими эмоциями и сохранять спокойствие. Невзирая на все попытки, предвидеть будущее, неожиданности всегда могут случиться. Единственный путь преодолеть их – сохранять хладнокровие и не терять оптимизма. Если вам не хватает этих качеств, вам будет трудно использовать свои другие сильные стороны. Когда мы оказываемся в неожиданной ситуации, наш организм реагирует страхом и неуверенностью. Паника возникает не из-за самой ситуации, а из-за гормонов, выделяющихся в кровь. Однако мы можем преодолеть страх и неуверенность через тренировку. Подготавливаясь к неожиданностям, мы приспосабливаемся к нашим страхам и повышаем устойчивость к стрессу. Не обращать внимание на то, что может беспокоить других. Ограничения и правила, которые мы усвоили с детства, не охватывают всю реальность. Не следует полагаться на мнение других людей, лучше всего сомневаться и задавать вопросы. Если вы не будете этого делать, то ничего не достигнете. Ставить низкие цели означает ограничивать свой потенциал. Сложные задачи это прекрасный стимул для саморазвития и самопроверки. Сосредоточиться на настоящем моменте. Необходимо действовать вне зависимости от внешних обстоятельств и не зацикливаться на прошлом или будущем, которые не поддаются контролю. Важно сконцентрироваться на решении текущих проблем и задач. Примеры успешных компаний, таких как Procter & Gamble, General Motors, Walt Disney Company, FedEx и Microsoft свидетельствуют о том, что они были созданы в период экономических кризисов или депрессий. Вероятно, эти компании просто решали возникающие перед ними конкретные задачи, не думая о внешней обстановке. Понимать, что эта проблема является только временным явлением, искать перспективы. Вам часто кажется, что наши проблемы огромны, но правильная перспектива может помочь вернуть событиям их истинный масштаб. Мы можем выбирать, сужать или расширять свой взгляд на ситуацию. Например, не стоит смотреть на проблемы изолированно. Если вы упустили одну возможность, это не означает, что у вас больше нет других. Если эмоции мешают четко мыслить и принимать рациональные решения, попробуйте представить, что вы даете совет другому человеку в подобной ситуации. Зачастую решение чужой проблемы выглядит проще, чем решение своей собственной. Сфокусироваться на том, что можно контролировать. Мы имеем возможность контролировать свои реакции на происходящее, но не можем контролировать внешние обстоятельства и решения других людей. Концентрируйтесь на том, что вы можете взять под контроль и не тратьте усилия на то, что вы не можете изменить. Так вы сможете использовать свои ресурсы наиболее эффективно и достичь лучших результатов. В каждой трудности таится возможность, нужно только научиться ее распознавать. Разворачивая малопривлекательную обертку, можно обнаружить настоящий сюрприз. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это не пустое сочетание слов, а факт. Побеждая препятствия, мы становимся еще сильнее и поднимаемся на совершенно новый уровень. Действия. Как бы мы ни старались контролировать свои эмоции и переоценивать страхи, без действия никакого успеха не добиться. Все препятствия могут быть преодолены только через действие. Действие – это не спонтанный порыв, а продуманный план, основанный на объективных данных и опыте. Определение цели. Это первый и самый важный шаг в действии. Конкретная цель помогает принимать решения, направлять усилия и оценивать результаты. Определение цели необходимо для того, чтобы понимать, куда мы движемся и почему это важно. Разработка плана действий. Детальный план действий помогает достичь поставленной цели. Каждый план должен быть основан на объективных данных и реалистичных целях. Необходимо выделить ключевые шаги, которые помогут достичь цели. Действие по плану. Самый важный этап. Необходимо быть готовым к тому, что не все пойдет как по маслу. И преодолевать возникающие трудности. Постоянно оценивать свой прогресс, учитывать ошибки и корректировать план по ходу дела. Действие – это наша реакция на воспринимаемые препятствия. Успех зависит от правильного выбора действий, ориентированных на достижение цели, а не на уход от проблемы. Активный поиск решений. Выдающиеся личности всегда ставят перед собой задачу найти решение, а не уйти от проблемы. Так, например, Томас Эдисон, один из самых известных изобретателей в истории, проводил бессонные ночи в своей лаборатории, пока не находил нужное решение для своих экспериментов. Успех не приходит сам, его нужно искать. Джордж Вашингтон Карвер родился в рабстве и потерял родителей в раннем детстве. Он стал одним из первых афроамериканцев, получивших высшее образование в США. Благодаря своему упорству и таланту он стал известным ученым, ботаником и изобретателем, который изменил сельское хозяйство Америки. Демосфен, знаменитый греческий оратор, был болезненным ребенком с серьезным дефектом речи. Он потерял родителей в раннем возрасте, а попечители растащили все его наследство. Но после того, как он услышал выступление одного оратора, он решил изменить свою жизнь. Демосфен начал разрабатывать систему упражнений для улучшения дикции и тренировки дыхания. Тратил много времени на чтение, работал над жестами и аргументацией. В результате он сумел победить своих обидчиков в суде. Его ораторские навыки и умение управлять толпой стоили гораздо дороже, чем любое наследство, и их никто не мог у него отнять. Только вперед. Итак, чтобы достичь цели, нужно начать двигаться. Ловите момент и используйте любую возможность, которая представится. Просто сделайте первый шаг, затем следующий, и постепенно ускоряйтесь в направлении к своей цели. Конечно, многие встретившиеся вам на пути препятствия не могут быть преодолены мгновенно. Не спешите и не падайте духом. Попробуйте подходить к проблеме с разных сторон. Не отступайте и не сдавайтесь. Ваша настойчивость обязательно принесет свои плоды. Ключ к успеху не заключается в следовании жестким правилам и стандартам. Ведь каждая ситуация уникальна и требует своего подхода. Вместо этого необходимо ориентироваться на результат и использовать ресурсы, которые у вас уже есть. Иногда лучше и вовсе не нападать на препятствия, а уступить ему путь и использовать его силу против него самого. Пассивное сопротивление требует так же много усилий и стратегии, как и активное действие. Оно требует дисциплины, самоконтроля и мужества. Не всегда быстрое решение является правильным. Иногда оно может ухудшить ситуацию. Ни в коем случае не стоит бояться неудач, ведь они часто становятся толчком к крупному успеху. Важно не унывать и изучить, что пошло не так, чтобы использовать этот опыт в будущем. Искать альтернативные решения поможет вам достичь лучших результатов. Неудача – это как школа, где вы можете получить ценный урок, но обучение может быть нелегким и требовать жертв. Все же неудачи могут стать лучшим учителем, если вы готовы извлекать уроки и использовать их на пути к успеху. Совершайте каждое действие качественно. Иногда, чтобы добиться успеха, нужно начинать с самых низов. Независимо от того, какая работа вам выпала, старайтесь выполнить ее наилучшим образом. Ни одна задача не является незначительной или унизительной. Любая работа, выполненная добросовестно, заслуживает похвалы. Как вы, выполняя эти мелкие задачи, также сможете справиться и с крупными. Ограничения как источник силы. В неожиданных ситуациях, которые кажутся неблагоприятными, важно быстро и решительно действовать. Переходите в наступление и используйте неприятные обстоятельства, чтобы осуществить давно планировавшиеся дела. Если вы заболели и долго лежите в постели, начните заниматься какой-нибудь творческой деятельностью. Если вы расстались со своим партнером, отправьтесь в путешествие и наслаждайтесь свободой. Если вы бросаете дело из-за трудностей, то проблема победит вас. Принимая правила и ограничения в жизни, мы можем извлечь из них определенную пользу. Глухие люди, например, могут лучше развивать свои другие чувства, что в конечном итоге может привести к успеху. Это называется искусством уступать, о котором говорили стойки. Томас Джефферсон страдал от дефекта речи и был замкнутым и стеснительным, что мешало ему быть хорошим оратором. Но он не отчаивался и нашел выход в том, что начал оформлять тексты в письменном виде. В результате он так преуспел в этом деле, что именно его попросили написать Декларацию Независимости Соединенных Штатов Америки. Нельзя рассчитывать на один вариант решения проблемы. Удача – штука переменчивая. Можно правильно воспринимать реальность и действовать верно, но все же потерпеть поражение. Важно сделать все возможное, но в случае неудачи принять результат и двигаться дальше, не теряя надежды и не жалея о прошлом. Когда мы теряем что-то в жизни, важно научиться ценить то, что осталось. Обстоятельства могли быть и хуже, поэтому мы должны понимать, что не можем изменить ситуацию. Вместо этого нам нужно просто пережить это несчастье и помнить, что это всего лишь небольшая выбоина на нашем пути к цели, которую мы все равно достигнем. Воля. Воля – это то, что дает нам силы продолжать двигаться вперед, несмотря на трудности и препятствия. Она позволяет нам сохранять упорство и настойчивость даже, когда все кажется безнадежным. Воля не приходит к нам сама, но ее можно развивать, упражняться в ней и постепенно стать сильнее. Необходимо воспитывать и развивать настоящую волю, которая проявляется в смирении и способности принимать неизбежность. Любая другая форма воли является проявлением слабости и честолюбия. Благодаря воле можно легче переносить трудности и находить смысл в препятствиях, которые мы не можем просто преодолеть. Уроки воли учат нас мудрости. Готовиться к более сложным временам, принимать то, что мы не можем изменить и оставаться счастливыми, иметь реалистичные ожидания, проявлять настойчивость в достижении целей, подчинять свои желания большей цели, помнить о нашей смертности и быть готовыми начать все сначала. Создайте внутреннюю стойкость. Часто мы думаем, что наши слабости неизбежны. Если у нас есть какой-то недостаток, то он будет с нами всю жизнь. Однако это не обязательно правда. Некоторые люди с помощью физических упражнений изменяют не только свое тело, но и жизнь. Все связано. В здоровом теле здоровый дух. Внутренняя стойкость не приходит сама собой. Ее нужно развивать, чтобы в трудные моменты она защищала вас. Стойкость означает не только настойчивость, но и готовность не сдаваться до последнего, невзирая на трудности, испытать все возможные способы решения проблемы, пока не будет найдено правильное решение и выдерживать любые тяготы жизни. Жизненный опыт подсказывает нам, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Не страшно, если что-то идет не так, главное быть к этому готовым. Мир не всегда справедлив, поэтому важно не пытаться изменить его, а просто быть готовым к любым изменениям. Готовность к неприятностям – это ваша лучшая защита. Всегда задавайте себе вопрос «А что если?» И ищите ответы. Когда появляются препятствия, которые так или иначе неизбежны, вы уже будете иметь запасной план или хотя бы моральную готовность к такому развитию событий. Радуйтесь всему, что происходит. Научившись принимать текущую ситуацию, важно научиться радоваться ей и относиться к ней с позитивом. Если вы хотите достичь больших целей, нужно любить свою работу и все, что с ней связано, даже когда она включает в себя негативные обстоятельства и трудности. Не следует отрицать плохие события, так как они могут стать топливом для успеха. Необходимо научиться видеть хорошее во всем. Если вы не можете решить свои собственные проблемы, возможно, вы можете помочь другим в их страданиях. Жизнь становится более ценной, когда мы действуем не только в своих личных интересах. Когда вы помогаете другим, даже просто демонстрируя хороший пример, ваши личные страхи смягчаются. Когда окружающие считают вас сильным, вы действительно становитесь сильнее. Помните, после преодоления одного препятствия всегда находится следующее. Но каждая проблема – это возможность для роста и совершенствования себя. Каждое преодоленное испытание увеличивает вероятность успешного прохождения следующего. Вы становитесь лучше благодаря преодолению препятствий. Жизнь имеет свои границы. Жизнь быстротечна, и мы все знаем, что рано или поздно придет конец. Эта сентенция не должна вызывать у нас отчаяние, наоборот, это должно заставить нас жить более насыщенной и значимой жизнью. Цените это драгоценное время, не тратьте его на пустые раздумья, на безнадежные проекты, на то, что вам не нужно на самом деле. Смерть непреодолима, но она также имеет свою ценность. Она помогает нам видеть вещи со своей перспективы, определить приоритеты и ценить все, что у нас есть. Так что если даже осознание того, что жизнь ограничена, может помочь нам жить лучше, то что мешает использовать все остальные препятствия в нашу пользу? Развитие психологической стойкости. Будь то профессиональное поражение, личное разочарование или упущенная возможность, неудача способна подорвать нашу уверенность и испытать нашу внутреннюю устойчивость. Однако важно понимать, что неудача не означает конец пути, а является потенциальным катализатором роста и укрепления психологической стойкости. Первое. Примите свои эмоции. Первый шаг к развитию психологической стойкости после того, как вы потерпели неудачу – это принятие своих эмоций. Естественно, чувствовать широкий спектр эмоций, включая разочарование, раздражение, гнев и грусть. Вместо того, чтобы подавлять эти чувства, разрешите себе полностью их пережить. Признайте, что это нормально, испытывать разочарование, и что эти эмоции естественны в ответ на неудачу. Второе. Пересмотрите свою перспективу. Неудача не является окончательным вердиктом ваших способностей или ценностей. Важно пересмотреть свою точку зрения и рассматривать неудачу как возможность для роста и обучения. Считайте ее временным неудачным шагом на пути к успеху. Изменив свой внутренний настрой, вы сможете преобразовать неудачу в ступеньку, а не в преграду. Третье. Самосострадание. Развитие психологической стойкости включает в себя обращение с собой с добротой и самосостраданием. Избегайте самокритики и отрицательного внутреннего монолога. Вместо этого практикуйте самосострадание, обращаясь с собой так же, как вы обращались бы с близким другом, пережившим неудачу. Предоставьте себе слова поддержки и понимания. Четвертое. Извлеките уроки из неудачи. Неудача дает ценные уроки, которые успех часто не может предоставить. Потратьте время, чтобы проанализировать, что пошло не так и что способствовало неудаче. Обдумайте принятые вами решения, ваши действия и факторы, находившиеся вне вашего контроля. Понимание корневых причин неудачи поможет вам принимать более обоснованные решения в будущем. Пятое. Установите реалистичные цели. Иногда неудачи происходят, потому что наши цели были нереалистичными или недостижимыми в данных обстоятельствах. После неудачи пересмотрите свои цели и убедитесь, что они реалистичны и выполнимы. Разбейте их на более мелкие, управляемые этапы, чтобы создать ясный дальнейший путь. Примите неопределенность. Неудача часто сопровождается неопределенностью будущего. Важно принять тот факт, что жизнь по своей сути неопределенно и не всегда все будет идти согласно плану. Развивайте способность выдерживать неопределенность и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Это примирение с неопределенностью может снизить тревожность и укрепить вашу психологическую стойкость. Визуализация и положительные утверждения. Визуализация – это мощный инструмент для развития психологической стойкости. Создайте ментальный образ своего будущего успеха. Используйте положительные утверждения, чтобы укрепить свою веру в ваши способности и в вашу способность преодолеть трудности. Регулярно визуализируйте себя в достижении своих целей, несмотря на прошлые неудачи. Восьмое. Делайте маленькие шаги. После серьезной неудачи может быть сложно сразу же погружаться в новые начинания. Вместо этого начните с маленьких, управляемых шагов. Эти пошаговые достижения могут повысить вашу уверенность и постепенно восстановить вашу психологическую стойкость. Девятое. Празднуйте свой прогресс. Признавайте и празднуйте свой прогресс, несмотря на его значительность. Каждый шаг вперед – это подтверждение вашей устойчивости и решимости. Празднование ваших достижений, несмотря на их незначительность, может поднять вашу мотивацию и дать ощущение достижения. Десятое. Практикуйте осознанность. Осознанность включает в себя нахождение в настоящем моменте и принятие его без суждений. Техники осознанности, такие как медитация и упражнения на глубокое дыхание, могут помочь вам справляться со стрессом и тревожностью, которые могут возникнуть после неудачи. Оставаясь устойчивым в настоящем моменте, вы можете развить эмоциональную стойкость. Неудача неизбежная часть жизни, но она не определяет ваше будущее. Развитие психологической стойкости после неудачи включает в себя признание ваших эмоций, пересмотр вашей перспективы, практику самосострадания и извлечение уроков из ваших неудач. Установите реалистичные цели, ищите поддержку, культивируйте устойчивость и ментальное развитие, и вы сможете восстановиться с большей решимостью, чем когда-либо ранее. Примите каждую неудачу как ступеньку на пути к вашему окончательному успеху, и помните, что ваша способность развивать психологическую стойкость – это свидетельство вашей внутренней устойчивости. Мышление роста – ваш путь к раскрытию полного потенциала. В стремлении к личному и профессиональному развитию выбор ментальности играет решающую роль в формировании будущих достижений. Концепция мышления роста, первоначально созданная психологом и автором книге «Гибкое сознание» Кэрол Двек, основана на убеждении, что ваши способности и интеллект не являются фиксированными качествами, а могут быть развиты и расширены благодаря усилиям и настойчивости. В отличие от фиксированного мышления, которое предполагает, что качества такие, как интеллект и талант, врождённы и неизменны. Когда вы взращиваете в себе мышление роста, вызовы рассматриваются не как пугающие препятствия, а как возможности для роста и обучения. Вы видите их как захватывающие шансы проверить свои возможности и приобрести новые навыки. Ваш путь к развитию мышления роста означает, что неудачи не являются угнетающими блокировками на вашем пути, а скорее мостами к улучшению. Вы настойчиво преодолеваете трудности и видите их как неотъемлемую часть своего роста. Ментальность роста побуждает вас понимать, что овладение любым навыком или областью знаний является результатом последовательных целеустремлённых усилий. Вы понимаете, что величие – это не мгновенный процесс, а результат преданности процессу и решительности. Критика не должна восприниматься как личная атака, а как конструктивная обратная связь, которая может подталкивать ваш рост. Вы активно прислушиваетесь к точкам зрения других, так как они могут предложить уникальные идеи и указать на области, требующие улучшения. Вместо зависти или негодования по поводу достижений других, мышление роста позволяет вам находить вдохновение в их успехах. Их достижения становятся источником мотивации и свидетельством потенциала роста в каждом из нас. С ментальностью роста обучение становится пожизненным занятием, а не ограниченной целью. Вы активно ищите новые знания и навыки, осознавая, что личный рост – это бесконечное путешествие. Слово «пока» становится вашим союзником, превращая ограничения в возможности. Вместо фразы «я не могу это сделать», вы говорите «я не могу это сделать пока» – это изменение ментальности открывает двери к потенциалу и прогрессу. Как же развить в себе мышление роста? Развивайте самоанализ. Начните свой путь, развивая самоанализ, обдумайте свое текущее мышление и выявите области, где фиксированное мышление, привыкшее, например, к негативному восприятию, может вас тормозить. Признание этих тенденций – первый шаг к переменам. Используйте силу позитивного диалога с самим собой. Практикуйте позитивный внутренний диалог, борясь с негативными мыслями. Заменяйте утверждение типа «я не могу это сделать» на «я развиваюсь и с практикой становлюсь лучше». Принимайте вызовы с энтузиазмом. Сознательно стремитесь к вызовам в различных сферах жизни. Выходите из зоны комфорта, будь то новый проект на работе или занятие-хобби, которое вы всегда хотели попробовать. Воспитывайте любопытство. Развивайте свое любопытство к миру вокруг вас. Задавайте вопросы, исследуйте новые темы и оставайтесь любознательными. Любопытство – это двигатель, который побуждает к непрерывному обучению росту. Учитесь на своих ошибках и поражениях. Вместо того, чтобы рассматривать ошибки и поражения как недостатки, считайте их ценными уроками. Анализируйте, что пошло не так, выявляйте области для улучшения и применяйте эти знания в будущих начинаниях. Ищите обратную связь. Активно ищите обратную связь у своих коллег, наставников и коллег. Конструктивная критика – это ценный ресурс для роста, так как она выделяет области, которые могут потребовать внимания. Ставьте цели с целью. Устанавливайте конкретные цели, которые соответствуют вашему желанию роста. Разбивайте эти цели на более мелкие, управляемые шаги и отслеживайте свой прогресс на пути к ним. Развитие и укрепление мышления роста – это неотъемлемый путь к раскрытию вашего полного потенциала. Это непрерывный, пожизненный процесс, и с преданностью и практикой у вас есть сила преобразить свое мышление, добиться больших успехов. и удовлетворение во всех аспектах вашей жизни. Как окружение может помочь в восстановлении после неудачи? Неудача – неотъемлемая часть жизни, с которой сталкивается каждый человек. Независимо от того, насколько мы стараемся избежать неудач, они иногда случаются, и важно понимать, как правильно реагировать на них. Восстановление после неудачи – это сложный процесс, который требует внутренней силы и поддержки извне. Одним из наиболее важных аспектов восстановления после неудачи является эмоциональная поддержка со стороны окружающих. Когда мы сталкиваемся с неудачей, часто чувствуем себя уязвимыми и разочарованными. Близкие друзья и семья могут стать опорой в эти моменты. Просто выслушать человека и его чувства уже дает огромный результат. Позвольте ему выразить свои эмоции, не судите и не советуйте сразу, если не просят. Иногда просто знание того, что есть кто-то, кто слушает и поддерживает, может помочь человеку. Моральная поддержка также играет важную роль в процессе восстановления. Когда мы сомневаемся в себе после неудачи, слова поддержки и веры в наши способности могут поднять настроение и вдохновить на новые попытки. Друзья и близкие могут сказать такие вещи, как «Я верю в тебя» или «Ты сильнее, чем ты думаешь». И это может придать сил. Главное, быть искренним и поддерживающим, так как пустые слова не помогут. После неудачи может потребоваться практическая помощь, и окружение может предложить ее в различных формах. Например, если человек потерял работу, друзья могут помочь в поиске новой вакансии или предложить временную финансовую поддержку. Практическая помощь может включать в себя разные аспекты. Помощь в выполнении задач, финансовую поддержку, уход за детьми или домашними делами. Главное, проявить инициативу и спросить, как можно помочь. Иногда восстановление после неудачи может быть более эффективным, если оно осуществляется совместно с другими людьми. Групповая поддержка и совместные усилия могут создать атмосферу взаимного вдохновения и мотивации. Например, если вы и ваши друзья столкнулись с неудачей в работе, вы можете создать группу для поиска новых карьерных возможностей и взаимно поддерживать друг друга в этом процессе. Совместные усилия могут сделать процесс восстановления более интересным и менее одиноким. Неудача часто открывает новые двери и возможности. Окружение может помочь человеку увидеть позитивные аспекты ситуации и найти новый путь к успеху. Друзья и близкие могут предложить новые идеи или перспективы, которые не были рассмотрены ранее. Они могут поддержать решение начать что-то новое или переключить внимание на другие интересные цели. Иногда восстановление после неудачи может потребовать советов более опытных людей. Менторы или советники могут поделиться своим опытом и помочь разработать стратегию для будущих действий. Если вы или кто-то из вашего окружения столкнулся с неудачей в бизнесе, общение с успешными предпринимателями или консультация с бизнес-ментором может помочь разработать новый бизнес-план и избежать повторения прошлых ошибок. После неудачи важно пересмотреть свои цели и планы. Окружение может помочь в установлении новых реалистичных целей и разработке шагов для их достижения. Друзья и семья могут помочь человеку определить, что действительно важно для него и построить план действий на основе его личных ценностей и желаний. Поддержка в установлении целей может быть важным шагом на пути к восстановлению. Ник всегда был надежной опорой для своих друзей. К нему обращались за советом, он казался человеком, у которого в жизни все налажено. Но когда Ник неожиданно потерял свою работу, он оказался в глубоком личном кризисе, которого он никак не ожидал. Все началось в пасмурное утро, когда Ника вызвали к начальнику. Он проработал в компании более 10 лет и уверенно двигался по карьерной лестнице. Но в тот день его начальник сообщил ему разрушительные новости. Из-за масштабных сокращений в компании его увольняют. Когда Ник вышел из кабинета начальника с коробкой, заполненной его личными вещами, он почувствовал, что его мир рушится. У него был ипотечный кредит, накапливались счета, которые необходимо было оплачивать, а на его плечи ложилась ответственность за семью. Груз неопределенности свалился на него, и он не видел выхода. В тот вечер Ник решил признаться своим ближайшим друзьям. Он всегда мог полагаться на них и знал, что они его поддержат. Он отправил сообщение, приглашая их на встречу к себе домой, и все согласились прийти. Когда они сидели в гостиной Ника, он, наконец, поделился новостью. Его голос дрожал, когда он объявил о том, что случилось на работе. Его друзья слушали внимательно, поддерживая словами утешения и поддержки. Они заверили его, что он не один в этой ситуации, и что они будут рядом в такое тяжелое для него время. Следующие несколько недель друзья Ника поддерживали его. Они помогли ему обновить резюме, редактировали сопроводительные письма и даже представили его возможным работодателем. Они побуждали его исследовать новые профессиональные пути и были плечом, на которое можно опереться, когда поиск работы казался безнадежным. Но их поддержка была не только профессиональной. Они организовали еженедельные игровые вечера, чтобы поднять ему настроение, отправлялись в совместные походы, чтобы помочь ему расслабиться, и даже готовили еду для него и его семьи по очереди. Их нерушимая дружба стала для Ника опорой в те темные дни. Месяцы шли, и, наконец, Ник нашел новую работу, которая стала для него даже более любимой, чем предыдущая. Его друзья праздновали с ним его успех и поднимали бокал за его стойкость и решимость. Они были свидетелями его пути от кризиса к победе и гордились им. Взглянув назад, Ник осознал, что потеря работы стала поворотным моментом не только в его карьере, но и в его отношениях с друзьями. Этот период показал ему истинное значение поддержки и товарищества. Друзья Ника стали его опорой и помогли ему восстановить свою жизнь с чистого листа. Это был опыт, который научил Ника тому, что личный кризис может выявить в людях лучшие качества, укрепить узы дружбы и доказать, что дружба – это сокровище, которое не имеет цены. По мере того, как он осваивал свою новую работу и жизнь, он знал одно наверняка – он был поистине благословен такими друзьями. Восстановление после неудачи – это процесс, который требует времени и терпения. Окружение должно помочь человеку осознать, что неудача – это лишь временный рубеж, и что у него есть потенциал для движения вперед. Важно помочь человеку сфокусироваться на маленьких шагах и достижениях, чтобы постепенно вернуть уверенность в себе. Не давайте ему увязнуть в чувстве беспомощности, а поощряйте каждый успешный шаг, чтобы он мог двигаться вперед. Будьте терпимыми и внимательными к тем, кто столкнулся с неудачей, и помогите им вернуть веру в себя и свой потенциал. Креативное решение – использование неудачи как источника новых идей. Неудача – это неизбежная часть жизни каждого человека. Мы все сталкиваемся с неудачами, провалами и разочарованиями. Но что если я вам скажу, что неудача может быть не только уроком, но и источником новых идей и креативных решений? Пересмотрите свое отношение к неудаче. Первый и самый важный шаг в использовании неудачи как источника новых идей – это изменить свое отношение к ней. Слишком часто мы рассматриваем неудачу как нечто негативное, что следует избегать, но на самом деле неудача может быть ценным опытом и источником уроков. Попробуйте воспринимать неудачу как временное ограничение, как шанс пересмотреть свои подходы и стратегии. Это может помочь вам более конструктивно подойти к ситуации и начать искать новые идеи. Второе. Пересмотрите свои цели и приоритеты. Неудача может стать сигналом о том, что ваши текущие цели и приоритеты нуждаются в пересмотре. Возможно, вы понимаете, что ваши цели больше не соответствуют вашим желаниям и потребностям. Это отличный момент для пересмотра и переопределения ваших целей. Старайтесь определить, что именно важно для вас и какие цели на самом деле вас вдохновляют. Возможно, неудача станет стимулом для установки новых, более мотивирующих целей и, следовательно, для появления новых идей. Используйте креативные методы решения проблем. Неудача может подтолкнуть вас к использованию креативных методов решения проблем. Вместо того, чтобы пытаться решать проблему традиционными способами, откройтесь для новых идей и подходов. Попробуйте использовать метод мозгового штурма, где вы генерируете как можно больше идей, даже если они кажутся нелепыми. Это может помочь вам найти неожиданные решения и идеи. Четвертое. Учитесь на своих ошибках. Неудача может быть отличным учителем, если вы готовы учиться на своих ошибках. Вместо того, чтобы падать духом и унывать, постарайтесь извлечь уроки своей неудачи. Подумайте о том, что вы могли бы сделать по-другому и какие навыки или знания вы приобрели благодаря этому опыту. Это может стать источником новых идей и помочь вам в будущем избежать подобных ситуаций. Пятое. Ищите вдохновение в истории успеха. Неудача не должна отпугивать вас от ваших целей. Напротив, история успеха других людей, которые сталкивались с неудачами и продолжали двигаться вперед, могут вдохновить вас. Читайте книги, смотрите документальные фильмы и исследуйте истории успешных людей, которые смогли использовать неудачу как источник новых идей и вдохновения. Это может помочь вам вернуть уверенность и оптимизм. Шестое. Не бойтесь экспериментировать. Чтобы найти новые идеи и решения, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Эксперименты могут привести к неожиданным открытиям и новым путям развития. Не опасайтесь ошибок, так как они часто сопровождают эксперименты. Вместо этого рассматривайте ошибки как возможность учиться и двигаться вперед. Неудача – это не конец пути, а лишь временный рубеж на пути к успеху. Используйте ее как источник новых идей, вдохновения и мотивации. Не бойтесь пересматривать свои подходы и цели, экспериментировать и учиться на своих ошибках. Креативность и находчивость могут привести вас к новым высотам даже после неудачи. В наши непростые времена философская школа стоицизма учит нас принимать то, что мы не можем изменить, сосредотачиваться на том, что находится в сфере нашего контроля, и поддерживать спокойствие перед лицом бедствий. Применительно к понятию неудачи, стоицизм предлагает прагматичный и устойчивый подход. Стоицизм учит нас, что неудача сама по себе не является отрицательной, важно, как мы ее воспринимаем и интерпретируем. Вместо того, чтобы видеть неудачу как катастрофу, стойки побуждают нас рассматривать ее как возможность для роста и обучения. Подумайте об истории Томаса Эдисона, который славится тем, что ошибся тысячи раз, прежде чем успешно изобрел электрическую лампочку. Стойки считают, что мы должны направлять нашу энергию и усилие на то, что находится в пределах нашего контроля, просто принимая во внимание вещи, которые находятся за его пределами. Неудачи часто относятся к внешним событиям, и стоицизм советует нам концентрироваться на нашей реакции на неудачу, а не пытаться контролировать сам результат. Известный предприниматель Илон Маск столкнулся с многочисленными неудачами и несчастьями, включая взрывы ракет и задержки в производстве электрических автомобилей Тесла. Однако, стоический подход Маска заключается в том, чтобы сосредотачиваться на том, что он может контролировать, постоянном улучшении и инновациях. Его не волнуют неудачи, но он видит в них возможности для усовершенствования своих стратегий и достижения амбициозных целей. Немаловажным является тот факт, что стоицизм признает роль эмоций в нашей жизни, но настоятельно советует управлять ими рационально. Вместо того, чтобы поддаваться негативным эмоциям, таким как отчаяние, жалость к себе или гнев в случае неудачи, стоики настаивают на эмоциональной устойчивости и самообладании. Джоан Роулинг, автор популярной серии книг о Гарри Поттере, столкнулась с отказами от нескольких издателей, прежде чем ей удалось опубликовать свою первую книгу. Вместо того, чтобы поддаться отчаянию или сдаться, Роулинг обратилась к своей внутренней устойчивости и продолжила преследовать свое призвание – писать. Ее стойкость и неослабевающее стремление к росту привели ее к ошеломительному мировому успеху. Стоицизм и неудачу рассматривают как ценную обратную связь, которая может направить нас на путь к улучшению. Анализируя свои ошибки и извлекая уроки из них, мы можем адаптироваться и стать сильнее. Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов, столкнулся с многочисленными личными и профессиональными неудачами в течение своей жизни. Он потерял мать в юном возрасте, пережил неудачи в бизнесе и проиграл несколько выборов, прежде чем, наконец, стать президентом. Его стоическая решимость и способность преодолевать трудности сделали его одним из самых почитаемых лидеров Америки. Стив Джобс, основатель компании Apple, был уволен из своей собственной компании в 1980-х годах. Вместо того, чтобы унывать, он использовал это неудачное событие как возможность начать новое предприятие Next Computer, которое в конечном итоге сыграло решающую роль в его возвращении в Apple, и создании культовых продуктов, таких как iPod, iPhone и iPad. Опра Уинфри, медиамагнат и филантроп, пережила сложное детство, отмеченное бедностью и насилием. Она столкнулась с многочисленными трудностями в своей карьере, включая увольнение с первой телевизионной работы. Несмотря на эти неудачи, она развила стоическое отношение к жизни, никогда не позволяя прошлому или неудачам определять себя. Упорство и неослабевающее стремление к личному росту привели Уинфри к невероятному успеху. Стоическое отношение к неудачам, вдохновленное принципами стоицизма, дает мощную структуру для преодоления жизненных вызовов. Переосмыслив наше восприятие неудач, сосредотачиваясь на том, что мы можем контролировать, поддерживая эмоциональную устойчивость и воспринимая неудачу как ценную обратную связь, мы можем преобразовать неудачи в ступеньки к успеху. Реальные примеры известных людей демонстрируют вечную актуальность стоицизма в нашем стремлении к личному и профессиональному росту. Применяя стоический подход к неудачам, мы не только развиваем устойчивость, но и открываем потенциал для глубокого самопознания и достижений. В принятии неудач со стоическим подходом мы строим не только собственную судьбу, но и учитываем историю великих деятелей, для которых неудачи были лишь поводом для новых достижений. Надеемся, что с помощью нашей аудиокниги вы научитесь правильно воспринимать сложные ситуации, видеть возможности в трудных моментах, контролировать свои действия, проявлять настойчивость, преодолевать слабости и иметь непоколебимую волю. И пусть любые барьеры станут для вас мощным импульсом для продвижения вперед. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Продолжение следует...